Значит, я назову два звука, и вы попробуете определить, какой звук инский, а какой звук янский. Не подглядывайте в ваши листочки. Звуки такие. И второй звук. Какой звук инский, какой янский? Первый инский, второй инский. Правильно. Значит, почему? Все инские звуки мягкие, текучие, без взрыва. Все янские звуки имеют внутри согласную или имеют эффект взрыва. Значит, соответственно, когда вы будете учить звуки, вам будет очень просто запомнить, когда вы будете учить парные звуки. Предположим, звуки для ног или звуки для почек. Как запомнить, для чего какое. Значит, если звук яркий, взрывной, значит, для какой стороны? Для левой. Для левой, правильно. Мягкий, для правой. Продолжение следует... Продолжение следует...